Привет, друзья! Сегодня будет немного необычное видео, но я уверен, что оно вам понравится. Так что устраивайтесь поудобнее и поехали! Эти люди увидели вдалеке машущего хвостом кита, но затем, к своему полному удивлению, увидели прямо у своей лодки еще одного гиганта. Это было очень забавно, потому что казалось, что Кит делает это специально. Как вы понимаете, люди были в восторге от увиденного. А вот эта история немного похожа. Представьте себе ужас, который испытывала эта девушка, когда поняла, что происходит у нее за спиной. Сёрфинг – очень увлекательный и порой даже рискованный вид спорта. Посмотрите, что произошло на турнире J-Bay Open в Южной Африке. Все видели, как серфингиста Мика Феннинга атаковала огромная хищница. Похоже, это была большая белая акула. Но миг не сдался. Он несколько раз ударил акулу по голове, а затем попытался как можно быстрее вернуться на берег. К счастью, спортсмена подобрали ребята на гидроцикле, и в тот день никто не пострадал. Это, вероятно, было снято вблизи озера Мичиган в США. Как-то так получилось, что зимой на озере образуются очень необычно выглядящие ледяные шары, которые покрывают весь берег. Обычно эти шары не очень большие, вы можете убедиться в этом сами. Такое явление фиксируется в мире всего в двух местах – в озере Мичиган и в Финском заливе в Эстонии. Эти молодые джентльмены отправились на рыбалку, и они не слишком надеялись на успех. Обычно никто так не делает, потому что никогда не знаешь, поймаешь ли ты вообще хоть что-нибудь. Однако в этот раз ребятам так повезло, что им даже не пришлось ничего ловить. Рыба сама бросалась на них. Ее было так много, что ребятам пришлось использовать сачки. Похоже, эта рыба отчаянно хотела, чтобы ее поймали. Очень странно, если честно. Глыба льда упала прямо с неба посреди улицы в Лондоне. По некоторым данным, она весила около 12 килограммов. Сначала думали, что глыба упала с моста, но потом выяснилось, что это было не так. Ученые просто назвали произошедшее метеорологическим явлением. Не знаем, что это значит. А теперь представьте себе целую кучу таких глыб, падающих на людей. Настоящая метеорологическая катастрофа. В прошлом году в Индии произошло очень сильное наводнение. Кому-то удалось заснять автобус, который застрял на обочине очень грязной дороги. К счастью, все люди были вовремя эвакуированы, потому что буквально через несколько мгновений автобус подхватило течением и унесло куда-то очень далеко. Посмотрите, как он плывет. Он похож на игрушку. Думаю, многие хотели бы попробовать искупаться в этом кратере. Этот прекрасный оазис находится в Египте. Вода здесь настолько соленая и плотная, что в озере можно пролежать так целый день. Эта женщина случайно уронила свой телефон в воду, но, к счастью для нее, рядом плавала белуха. Она заметила случившееся и всего за несколько мгновений вернула телефон. Этот парень настолько смел, что у него хватило мужества заглянуть в пасть акулы. Речь идет об огромной хищнице длиной 12 метров. И он все это заснял. Моря полны странных и загадочных рыб, особенно если речь идет о морских глубинах, где обитают настоящие чудовища. Эта рыба не страшная, она странная. Это носастая химера. Все тело животного покрыто своеобразной слизью, которая защищает его от того, что происходит вокруг. Большие глаза позволяют замечать происходящее в темноте. Вы бы разрешили своему ребенку плавать перед акулами. В Калифорнии вы можете позволить ему сделать это, и ребенок будет в стопроцентной безопасности. Родители подписывают письменное согласие, потом они рассказывают детям, как вести себя под водой и что делать. И после этого дети могут свободно спускаться под воду в специальной клетке. Не часто увидишь призраков. Эти люди в военной форме увидели нечто необычное. Кажется, что удивительная невидимая сила заставила тренажер двигаться. Такое ощущение, что это какой-то полтергейст. Хотя, похоже, никто точно не знает, что происходит. Но, видимо, люди не очень удивлены. В Индонезии во время карантина придумали очень интересный способ заставить людей оставаться дома. Добровольцы наряжались в костюмы призраков и выходили на улицы, пугая людей так, что те боялись выйти на улицу. Это произошло в Луизиане, возле одной из плотин. Видео было снято парой рыбаков. Они увидели, как с другой стороны плотины выскочила огромная рысь. Люди были уверены, что зверь упадет в воду и очень удивились, когда этого не произошло. По их словам, это был прыжок длиной 4 метра. Затем мы видим, как зверь делает еще несколько прыжков, которые также выглядят очень красиво. Если бы там сидели судьи, они бы явно поставили рыси 10 баллов из 10. Только посмотрите на это, ребята. Это просто безумие. Это произошло в Норвегии. Представьте, что вы просто сидите в своем доме. И вдруг вы начинаете видеть, как земля движется. Буквально все вокруг начинает двигаться. Деревья, другие дома. Все вокруг. Этот человек схватил свою собаку, и они побежали вверх по холму так быстро, как только могли. Мужчина снял все это на видео. И оно, конечно же, стало вирусным. Там было 8 домов, и все они затонули. К счастью, никто не пострадал. Не думали, что такое возможно, но, видимо, и такое бывает. Надеемся, в конце концов он нашел свое колесо. Это гигантское судно называется «Стелла Бена». Оно было загружено таким количеством железной руды, что в конце концов затонуло. Это случилось недалеко от побережья Бразилии, и все произошло очень быстро. К счастью, под полом не было заброшенной шахты. Эмоции мужчины нельзя выразить без использования ругательств. Нужно бороться за свое счастье. Ей действительно нужно отдохнуть и, может быть, посмотреть на телефоне несколько видео про котиков. Подождите. Сломала каблуки и чуть не сломала голову. Этот кей понесло по непредсказуемой траектории. Если ваш друг шутник, будьте осторожны и смотрите по сторонам. Босс, я починил его. Люди больше не будут врезаться в эту стеклянную дверь. Похоже, у владельцев этих двух машин нет проблем с кармой. Столбик со встроенным супероружием. Пассажиры, будьте осторожны. В следующий раз он попытается сесть с мотоциклом в автобус. Смертельный враг мопса – это лестница. Самоуверенная официантка часто остается без чаевых. Вот почему не стоит кататься на таких аттракционах, если у вас слабый вестибулярный аппарат. Шайба пролетела в нескольких сантиметрах от лица комментатора, едва не задев его. Облокачиваться на ворота – не лучшая идея. Девушка точно усвоит этот урок и никогда не забудет. Приобретая что-то, будьте готовы что-то потерять. Закат освещает волны, и они становятся золотыми. Потрясающе красиво! Девушка оказалась в нужном месте в нужное время и спасла грузовик. Собака упала в воду и не могла выбраться. К счастью, неподалеку оказался полицейский. Одним максимально точным ударом спортсмен отправил мяч прямо в центр поля. Это точно не та реакция, которую он ожидал, предлагая чайкам еду. Самолеты буквально подменили друг друга на взлетно-посадочной полосе. Мяч едва коснулся биты и отскочил прямо в карман судьи. Такой удар точно бывает один раз на миллион. Из-за сильного ветра тенты совершили идеально обратное сальто через забор с очень точным приземлением. Мужчина просто ждал, пока ему откроют дверь, но оказался отличной мишенью. Эти двое чудом избежали удара куском бетона. Еще одна причина, почему стоит носить шлем. Машина с легкостью могла врезаться во что-то или в кого-то, но она аккуратно съехала вниз, никого не задев. Рабочий очень вовремя остановил механизм, чтобы спасти коллегу. Хорошая меткость – важный навык не только для военных, но и для работников газовых вышек. Пассажир просто хотел глоток свежего воздуха, а получил бесплатный душ. Невероятно везучий мотоциклист. Здесь прекрасно все – и везение девушки, и ее невозмутимость. Велосипедист явно не ожидал от тротуара такой подставы. Преступник устроил целый фейерверк и сумел скрыться от полиции благодаря дорожным заграждениям. Песик спас жизнь и себе, и хозяйке, вовремя остановившись, чтобы что-то понюхать. Главное, что парашют раскрылся хоть и в самый последний момент. Какое невероятное совпадение! Главное – встать и продолжать, и сделать вид, что так и было задумано. Этим двоим повезло, что они просто упали, а не попали под колеса. Мужчина только очистил снег возле своего дома, как вдруг! Полиция подоспела прямо на это представление. Парень профессионально спасается от полиции. Несмотря на погодные условия и заносы, все остались целы. Парнишка знал, что его ждет и подготовился. Доставка топлива прямо на заправку. Удобненько! Что ж, ему не удалось прыгнуть сквозь круг, но все равно получилось интересное сальто. Удивительный трюк – идеальное исполнение. Идеальная экстренная посадка на оживленной дороге. Они знают толк в съемке. Мотоциклист потерял управление, но все равно сумел съехать с трассы боком на мотоцикле. Нет, извини, ты не Человек-паук, тебе просто повезло. Девушка вовремя убежала, иначе бы ее снесло волной. Вы тоже подумали, что он не пройдет под мостом. Они все рассчитали, и получился идеальный удар. Преступление и наказание в действии. Интересно, сколько раз им уже пришлось это повторить? Потому что не надо мусорить. Водитель потерял управление, но сумел вырулить за один поворот. Похоже, сам Зевс одобрил этот союз. Неужели здесь живут невидимые люди? Мотоциклист ловко проехал под необычным автомобилем. Погоня за юным нарушителем. Сотрудник службы безопасности оглянулся, чтобы увидеть легендарный гол Месси, и его реакция очень эмоциональна. Гравитация ненадолго забыла, как работать. Алиса, принеси мне мой пляжный мяч. Вот так выглядит тренировка в Матрице. Напиток был благословлен. Может, он принял слишком много слабительного перед игрой? Наконец, встретились достойные соперники в великой снежной битве. Учитывая, насколько камера меньше и дальше ворот, ему точно должны засчитать гол. Дьявол будет недоволен, что заполучил только желтый стул. Когда в кадре встречается природа и талант. Если бы Джейсон Борн переродился в собаку. Печенька очень хотела быть съеденной. Вот так потрясающая игра. Интересно, что он так шепчет асфальту? Когда даже мяч устал от игры и хочет, чтобы все ушли. Наверное, все же стоило использовать монетку. Котик решил спародировать мультяшного героя? Эта сцена спасения собаки достойна быть в экшен-фильме. Удивительно, что он смог так проскочить с домкратом в руках. Никакие ограждения не смогут сдержать его. Сложный трюк, который разобьет ваши сердечки. Перчатки даже не нужны руки вратаря, чтобы спасти всю игру. Рабочий сумел повалить башню, вооруженный только пневматическим молотком и стальными нервами. Еще чуть-чуть и он смог бы оттолкнуться от хвоста к осадке. Дэнни Роулс точно был вором в прошлой жизни, самый наглый гол в мире. Тот, кто это снимал, точно может сказать, что видел все. Много лет они стояли рядом, и вот наконец они встретились. Если вы думаете, что он хочет позагорать в одиночестве, подождите, пока не увидите, что в его сумке. Спорт, мастерство, берег, все вокруг так и кричит. Бразилия! Когда оператор крана выступает против рака кожи. Прошло почти 80 лет с тех пор, как закончилась Вторая мировая война, а он все еще ищет рядового Райна. Нет ничего более расслабляющего, чем йога с вашим тотенным животным. Он пропустил уроки для щенков по обращению с водой. Прежде чем делать поспешные выводы о том, что ваш парень вам изменяет, есть вероятность, что он просто занимается этим. Однажды вы будете жить своей лучшей жизнью, а затем вы вернетесь в реальность. Требуется много мужества, чтобы спасти кого-то, кто по сути может срезать сосну. Помните, народ, курение вредит вашему здоровью, а иногда и дню на пляже. Это худший тип серферов. Следующий момент, когда вы будете расслабляться на песке, помните, что скрывается. под ним. Он вырастет и станет классным отцом, когда у него появится собственная лодка. Используя всего лишь таз, проволочную сетку и инновации, эта группа людей помогает восстанавливать природу каждый день. Никогда не рассказывайте, каков ваш следующий шаг. Это самые медленные зыбучие пески, которые вы когда-либо видели. Оглядываясь назад, это, возможно, самые быстрые зыбучие пески. Вы не можете винить лебедя. Никто не хочет, чтобы незнакомец фотографировал их детей. Мы совершенно не так себе представляли морского конька. Песчанки точно знают, как весело провести время на пляже. Играть в догонялки с волнами. Мы хотим научиться его трюку, как подцепить девушек. Этот сверкающий пляж в Китае стоит добавить в ваш список мест для посещения. Если хотите получить еще один уникальный опыт, посетите остров Комода в Индонезии. Все, о чем когда-либо мечтали эти два ребенка, это маленький водопад. Вместо этого они подарили Флориде красный прилив. Вы сразу понимаете, что он ее брат, поскольку он не приложил никаких усилий, чтобы помочь ей подняться. Ну же милый, давай вернем себе территорию, которая принадлежит нам по праву. В этом есть что-то странно наслаждающее, вы не находите? Взгляните на потрясающую красоту Мальдив, они идеально подходят для путешествия на медовый месяц. Мы даже не можем себе представить, как ощущалось первое прикосновение к воде. Пришло время поиграть в нашу любимую игру в гадайку. Пляж или парковка? После недели штормовой погоды волны в Риву увеличились втрое. О чудо, хранитель песков. Если бы тикток существовал в русалочке, это стало бы первым, что сделала бы Ариэль после того, как у нее появились ноги. Вот как готовят нью-йоркский бейгл. Меньше всего он ожидал поймать акулу. Как именно вы можете помочь ей, не повредив ее меч? У пилота этого морского жеребца внезапно появилось предупреждение о повышении давления масла. Но он все равно спокойно приземлился на пляже Солана Бич. Прогулка по берегу босиком сейчас звучит не очень привлекательно, не так ли? Киоск, в котором он купил хот-дог, на самом деле ориентирован на чаек, а не на людей. И вот мы здесь, в основном одинокие, в то время как страус ведет свою девушку на пляж. Доступ к морю закрыт, поскольку он не Моана. Споры о том, кто веселится на пляже продолжаются. Если все, что вы делаете – показуха ради славы, вы – отброс общества. Их еда, несомненно, была подвергнута нападению. Существует негласное правило. Если вы слишком пьяны, чтобы дойти до океана, то вы слишком пьяны для того, чтобы находиться в нем. Зыбучие пески даже близко не подходят для описания этого, вероятно, самого зыбучего песка в мире. Для тех, кто не знает, попробуйте угадать, что это такое. У вас уже есть ответ – это яйцо акулы. Сэр, здесь нельзя парковаться. Возможно, вам это покажется пугающим, но на самом деле это их способ приветствовать гостей. Теперь наш паренек может стать Аладдином для своей Жасмин. Если бы у нее было супергеройское имя, оно бы звучало как невероятная повторюшка. Будем надеяться, что оператор успел сделать несколько хороших кадров. Когда вы обучались кайтсерфингу по ролику с ютуба. Если бы и есть одна вещь, которой он мог бы нас научить, так это то, что никогда нельзя убегать от битвы. Это легенда о том, как 10 парней освободили побережье от воображаемых врагов. Рекордсмен по самому низкому прыжку ввысь. Австралийцы – люди с другой планеты. Он скорее поражен, чем обеспокоен нахождением там. Когда пилоты случайно пустили в ход свои понты перед отдыхающими. Мы бы не стали беспокоиться из-за сардин. Мы бы беспокоились из-за крупной рыбы, гоняющейся за ними. В этом случае три состояния вещества немного запутались. Станьте свидетелями красоты рождения в природе. National Geographic лучше сделать некоторые заметки. Первая получившаяся езда на велосипеде всегда будет одним из ключевых воспоминаний. Нужно немного понаблюдать за этим местом для объятий. Такая безопасная для нас вещь, как пижамные штаны, не настолько же безопасна для этого малыша. Согласно греческой мифологии, Афродита должна была родиться где-то там. Бог добавил щепотку биолюминесценции, создавая это чудо. И наш ролик дня — собаки с ограниченными возможностями, впервые побывавшие на океане. Походы на пляж в России — это просто безумие. У волн попадание три из трех. Просто очередной дурак, который думал, что его машина может проехать где угодно. Когда ваш щенок — бразилец по национальности. Эти парни решили пробурить сквозь корни большого дерева. Но, по крайней мере, они так думали. Видимо, этот робот был новым сотрудником. В этот день он изменился. Он стал наполовину тем трактором, которым был раньше. Это может быть просьба владельца квартиры, у которого тяжелое нарушение позвоночника. Это было предсказуемо. Хотя, по ходу, такая была задумка. Однако у этого парня что-то пошло не так. Только неудача в гончарном деле приносит немного удовольствия. Вы согласны? Ничто не сравнится с холодным пивком во время перерыва на работе. Всего секунда, и кому-то придется менять рабочую одежду. Конечно, мы не эксперты в этом деле, но мы не уверены, что это самое подходящее место для душа. Приятель, будь аккуратней в следующий раз, когда будешь складывать их. То ли он действительно сильный, то ли опорные стойки на этом балконе просто украшения. Что бы вы сделали, если бы вас пригласили в дом, построенный таким образом? Представьте его удивление, когда он доедет до дома. Его инструктор по вождению по-любому сказал, что его главный враг – это параллельная парковка. Не ныряйте в этот бассейн, если вы заядлый перфекционист. Этому мусоровозу нужно немного подкачать клешни для более сильной хватки. Они не только забыли поднять якорь, но и умудрились зацепить его за другую яхту. Где-то на другом конце земного шара внезапно появилась труба. Тот момент, когда фейерверк забыл своих братьев. «Эй, начальник, мы решили немного переделать грузовик и убрали крышу для удобства!» Этот кот показал курьеру, кто в доме настоящий хозяин. Всегда найдется тот самый друг, который сотворит какую-нибудь фигню. Для него этим другом оказалась машина. Двадцать индонезийских рыбаков спаслись с тонущей лодки у побережья Западной Австралии. К счастью, все были спасены и доставлены обратно на берег. Мы действительно не понимаем, как он убедил дилерский центр позволить ему так сделать. Однако, как говорится, клиент всегда прав. Наверняка вы думаете, что эти рабочие творят какую-то дичь. Но вы удивитесь, если мы скажем, что этим рабочим заплатили за то, что они уничтожили этот Ламборгини. Когда футбольная травма оборачивается тройной опасностью. А вот видеосовет для тех, кто не любит убирать снег с крыши. Правило номер один. Не стойте позади лошади, потому что она брыкается. Правило номер два. Не стойте за коровой, потому что она тоже может так делать. Эти парни решили показать, как не стоит разгружать бетонную трубу. Тот момент, когда здание строили настоящие профессионалы. Эти парни вообще знают, что им надо делать? Вы когда-нибудь видели домик на дереве за 100 миллионов рублей? Для каждого сантехника это самый страшный кошмар. По крайней мере, они могли бы перекрыть главный водопровод. Велосипед в строительном варианте. Этот парень 100% получил бесплатную стрижку. Посмотрите, что найдет этот парень, заметив что-то неладное в своем новом доме. Средневековые рыцари были бы рады услышать, что турниры все еще проводятся в 21 веке. Когда продукт еще не готов, но ваш клиент очень хочет что-то увидеть. Как произведение искусства это выглядит действительно круто. Ходят слухи, что этот парень все еще живет в подвале. Поставьте лайк этому видео, если ошибки, которые люди совершают, кажутся вам действительно абсурдными. Этот парень устроил переворот из-за низких зарплат. На самом деле у них будет мальчик. Тот, кто посылал хлопушки, был дальтоником. Мы все с трудом подключаем зарядное устройство к розетке, но этот парень поможет вам. Кто устанавливал этот забор, делал в точности так же, как мы бы построили его в Майнкрафте. Кажется, кому-то скоро сократят зарплату. Из этого мог бы получиться идеальный мем. Бывают случаи, когда архитектор побеждает водителя. Ножницы бьют бумагу, бумага бьет камень, а камень побеждает машину. Ему явно не стоило так резко тормозить. Это один из способов заменить ветряную мельницу. Когда это просто не ваш день. Мы должны быть честны, после мойки их машина выглядит с ног сшибательно. Где можно заказать такой надежный замок? Эти парни случайно запустили какую-то космическую программу. Когда вы наняли парня, который обещал сделать все быстро и качественно. Ну, с одним он точно не обманул. Этот парень, наверное, думал, что сэкономил на перекрашивании машины. Их изобретательность привела к собственному краху. Тот, кто проигрывает в крестике нолики, будет чинить дорогу. Выглядит очень безумно. За секунду оно превратилось в катапульту. Ему повезло с его молниеносной реакцией. Вот еще одна причина, почему следует носить каску. Так вот, чем занимаются рабочие во время перерыва. Всегда есть стажер, которому поручено заниматься подобными вещами. Вам тоже стало жалко этого парня? Видимо, в молодости он не любил собирать пазлы. Вот что на самом деле подразумевается под гибким графиком работы. То есть вы думаете, что пожарные борются только с пламенем? Нет, они также приручают водяных змей. У начальника есть свои способы узнать, бездельничаете ли вы на работе. Сэр, у вас была одна обязанность – не тянуть за веревку. Это очень похоже на то, как школьники запоминают информацию в школе. 100% вы все видели много дешевых лайфхаков в интернете, как устранить вмятины на автомобиле. Однако не все эффективны на 100%. Вот еще один рождественский подарок бедному ребенку. Это не совсем была вина официанта. А вот тот водитель немного не рассчитал габариты. Они хоть понимают, что не туда высыпают? Да уж, на работе у этого парня явно не заскучаешь. Ну, по крайней мере, это убережет от неприятного запаха. Видимо, на эту работу требовались только бывшие циркачи. Этим работягам явно не стоило выходить сегодня на работу. В физике есть такое понятие, как «крутящий момент». Эти резчики узнали об этом только сегодня. Игрок НБА Реджен Рондо применил умную, но грубую тактику. Чтобы сделать мяч скользким, он вытер об него пот перед тем, как Дреймонд Грин выполнял штрафной бросок. В боксерском поединке с предсказуемым исходом фанаты не поверили своим глазам. Когда один из боксеров стал совершать такие удары, что нельзя было определить, является он правшой или левшой или ни тем ни другим. Иногда нервы сдают. Профессиональная гольфистка умудрилась дважды промахнуться по мячу и комментатор был крайне удивлен. Когда тренер сказал ученику, что тот может перебросить его через плечо, если выиграет чемпионат штата, борец запомнил данное обещание. Используя странную стратегию, олимпийская бегунья Тори Боуи наклонила голову вперед, чтобы получить преимущество на финише, но потеряла контроль. Но она заняла первое место, так что возможно оно того стоило. Благодаря невероятно быстрой реакции Коки Нива, игра в настольный теннис выглядит как обычная казуальная игра. Возможно это самое безумное соревнование по плаванию на Олимпийских играх. Пловец, который научился плавать всего 8 месяцев назад в небольшом бассейне отеля, завоевал первое место, тогда как остальные были дисквалифицированы за фальш-старт. Одно из самых странных удалений в НБА произошло, когда Энтони Дэвис потерял кроссовок во время игры и попытался надеть его обратно. Но судья оказался суров и удалил игрока. Леброн Джеймс даже пытался пожаловаться на решение судьи. Криштиану Роналду нашел способ сжечь 2000 долларов за 10 секунд. Судья просто выполнял свою работу, когда волейбольная команда стала вести себя несколько странно. Джеймс Харден применил безжалостный подход, обучая детей в летнем лагере, искусству баскетбола. Первое правило – всегда следи за мячом. Не получится указывать обезьяне, что она должна делать. Знаменитый шеф-повар-мультимиллионер нарушил все правила чемпионата мира, когда прервал празднование команды из Аргентины и не отпустил Лионеля Месси, пока не сфотографировался с ним. Когда боксер проиграл бой, кто-то должен был заплатить за это, и он выплеснул свой гнев на собственного тренера и несколько раз попытался его ударить. К счастью, у тренера были отличные рефлексы. Во время игры «Тандер» против «Вориорс» Рассел Уэстбрук совершил настолько долгое путешествие, что стоило взять паспорт. Команда Golden State Warriors выдала Бадди Хилла, когда тот вышел за пределы поля, а судья этого не заметил. Во время теннисного матча «Израиль-Эстония» в парном разряде один из эстонских игроков предпринял попытку нанести удар, но потерпел серьезную неудачу. Израильская команда не смогла удержаться от смеха. Некоторые сочли это неспортивным поведением, другие понимали, что смех иногда сложно контролировать. На чемпионате мира по шоссейному велоспорту проливной дождь привел к образованию огромные лужи. Велосипедист был слишком сосредоточен и не смог вовремя отреагировать. Талисман команды Chicago Bulls был пойман на измене не только зрителями, но и его девушкой, которая тоже оказалась там. Неловкий момент произошел для Рефель, когда он поднял не ту руку, но участница отреагировала на это спокойно. В полуфинальном забеге на 800 метров на последнем круге с бегуном, бежавшим первым, произошел неудачный случай. Его зацепило шестом для прыжков, с которым тренировался человек неподалеку. Возможно, Тайсон Фьюри хотел проверить, почему его удары не отправляют противника в нокарт. Фехтование – один из самых элегантных видов спорта, но ошибки случаются. Когда Роберт Хаб совершил свободный удар, мяч даже не полетел в нужную сторону. Возможно, Бобан Марьянович – один из немногих людей, которые могут заставить человека ростом больше двух метров почувствовать себя низкорослым. Поскольку Волан – самый быстрый объект в спорте, его легко потерять из виду. Прыгун был слишком сосредоточен на том, чтобы взбудоражить толпу. Не уверен, считается ли это мошенничеством, но игрок из команды соперников украл тактическую записку другой команды прямо перед вторым таймом и показал ее своим. Рафаэль Надаль был в явном предвкушении перед матчем на Уимблдоне 2017. В настоящее время ТАКОФОЛ является самым высоким игроком НБА. Его рост 2 метра 29 сантиметров, и он единственный игрок НБА, на фоне которого Шакил О'Нил может выглядеть маленьким. Во время игры Стефан Карри смог совершить безумный бросок, принесший команде 3 очка. Публика ликовала. Фальшстарт закончился падением в воду плашмя, когда пловец попытался остановиться. Замена двух шин и заправка в Формуле 1 занимает в среднем от 5 до 7 секунд. Но эта команда перед пит-стопом немного отвлеклась. Некоторым людям повезло обладать хорошими вокальными данными, а некоторым нет. В 2017 году лучший профессиональный игрок в гольф в истории Тайгер Вудс был арестован за вождение в нетрезвом виде, из-за чего тогда он потерял несколько спонсорских контрактов. Но когда он увидел фаната со своей фотографией на футболке, он не смог сдержать улыбки. Боксеру удалось отправить соперника в нокдаун. Он был настолько рад, что подпрыгнул на высоту более полутора метра. Когда мужчина делал репортаж о Ювентусе и важном предстоящем матче, на заднем плане появился никто иной, как Криштиану Роналду. Удивительно наблюдать, как тренер Дэн Херли за несколько секунд переходит от ударов грудь в грудь до спокойного рукопожатия. Боец была не слишком рада, когда в дождливый день тренер недостаточно быстро отреагировал на ее падение на сцене. Гениальная сценка Джавейла Макги привела всех в недоумение. Прихрамывая, он отошел в сторону, чтобы резко вернуться и забросить мяч. Согласно исследованиям, 77% людей боятся сцены и нервничают перед большими толпами. Совершать ошибки – это нормально. Эта спортсменка так нервничала во время церемонии награждения, что случайно чуть ли не надела на себя медаль своего партнера. Когда вокруг столько камер, снимающих игроков с разных ракурсов, им становится все труднее разыгрывать драматические сцены падения. Но это не значит, что они не пытаются. Как и люди, машины сгорают при перегрузке. Редкие кадры, как автомобиль откладывает яйцо. Камера может притаиться поблизости, отслеживая каждый ваш шаг. Так что будьте осторожны и смотрите под ноги. Баскетболист Эван Лонгория ловит мяч и спасает жизнь этой журналистке. Пит Стоукс изменил масштабы обычного жонглирования, как профессионал, нанеся несколько ударов. Все были шокированы, когда баскетбольный судья оказался гимнастом. Велосипедист удивляет человека, так легко показывая самый страшный трюк. Трюки на гидроциклах просто невероятны. Человек выполняет удивительное вращение в воздухе, как будто это какой-то пустяк. Парень делает планку на двух пальцах без какой-либо поддержки. Китайский монах Шаолиня демонстрирует свои умопомрачительные навыки кунг-фу. Этот теннисист поразил соперника хитрым ударом, и тот не смог предвидеть его. Мальчик, демонстрирующий свои сумасшедшие навыки, он не замедляется ни на секунду. Эти два дедушки активнее, чем подростки, они настоящие мастера валанчика. Мальчик сводит с ума поклонников хип-хопа своими навыками брейк-данса. Китайский мастер кунг-фу демонстрирует свои навыки нанесения ударов. Этот парень обладает безумными навыками прыжков на батуте и выполняет опасное сальто. Парень делает сальто назад через кого-то другого, кто делает сальто назад, и они идеально синхронизируются. Крутой мотоциклист буквально висит в воздухе, когда показывает свой трюк. Этот парень обладает удивительными навыками, поскольку он соединяет скейтборд и футбол. Этот парень, несомненно, должен быть самым быстрым и самым крутым в армрестлинге. Он забивает гол как чемпион. Он, словно волшебник, выстрелил мяч в сетку. Что еще может сделать судья, работающий в профессиональном рестлинге? Быть героем и спасти жизни. Фанат танцует, держа семь бокалов пива на голове. Забить мяч в корзину даже не глядя. Это лучшая часть видео. Девушке так плавно удается дважды совершить прыжок в высоту на лестнице. Этот брейк-дансер — человеческая форма вращающейся катушки. Этот парень умеет двигаться и является будущей звездой Формулы-1. Большинство из нас не могут даже забраться на качели в парке. Этот парень буквально ходит по воздуху. Как это вообще возможно? Этот каратист сделал лучший летающий удар всех времен и народов. Парень выбрасывает рождественскую елку из окна, и она идеально приземляется на землю. Все вокруг так боятся, что тележка будет двигаться. Идеальная комбинация подъема и балансировки. Назовите это чудом или магией, но этот парень точно может ходить по воздуху. Вы когда-нибудь видели, как футбольный мяч забивает гол? Этот парень может это сделать. Эта огненная девушка не просто играет с огнем. Она дышит огнем, ест и любит его. Дедушка играет во фристайл лучше, чем 99% современных подростков. Там, где нормальные люди боятся просто стоять, эта девочка демонстрирует свои гимнастические навыки. Прыгать на скакалке – это одно, а делать это в платье на высоких каблуках – это совершенно новый уровень. Этот парень так непринужденно бросает вызов законам физики. Этот человек обладает навыками вождения могучим монстр-траком. У этого парня стальные руки и нервы. Забивание мяча в корзину лопатой должно получить награду трех года. Он поднялся так высоко, что ему буквально пришлось надеть капу, чтобы при падении в воду не сломать себе зубы. У этого парня должно быть есть веревка, привязанная где-то на его теле. Этот парень заслуживает первое место. Его навыки владения бейсбольной битой взорвут ваш мозг. Кажется, мы знаем, у кого одолжить вязанный свитер. Какой невероятный уровень пилотирования беспилотника. Нам кажется, этот водитель забыл, что существуют законы физики. Кто-то другой на его месте давно бы превратился в снежный ком. Тем временем, наши навыки стрельбы. Интересно, как он себя чувствует после девяти сальто? Наша голова идет кругом только от одного взгляда на это. В то время как некоторые люди мечтают забраться на вершину пирамиды, этот парень чуть не приземлился на вершину одной из этих. Сальто назад из положения сидя на корточках? Кто-нибудь еще может сделать так? Поразительная демонстрация умения играть в хоккей. Это так круто, что мы не могли удержаться и не повторить. Все мы в детстве играли с рогаткой, но многие ли из нас могут сделать это? Не можем представить, сколько времени ушло на то, чтобы отрепетировать это. В некоторых странах женщины носят сосуды на голове, но эти парни пошли еще дальше. Нам страшно представить этого парня на ринге с такой скоростью. Независимо от возраста и размера, регулярные тренировки и самоотдача всегда приносят результаты. Некоторые люди носят на голове своих братьев и сестер, а этот парень несет на себе целый мотоцикл. Этот парень сделал невероятно эффектную посадку после переворота, а затем уехал в закат. Этот человек создал на каменном волнорезе невероятный портрет с помощью дрели с молотком. Что вы знаете о швартовке лодки? Это, наверное, знаменитая техника пальцев. Невероятная демонстрация мастерства. Ни одного неверного движения. Даже в дрифте есть свои плюсы. Сколько сальто назад он сделал? Ради такого выступления стоит постоять в пробке. Эти велопрогулки не для любителей. Два мяча одновременно и это страйк. Интересно, сможет ли кто-нибудь превзойти результат этого парня? Это мировой рекорд Гиннесса в стрельбе из лука. Этот человек выпустил 7 стрел подряд через замочную скважину. И награда за лучшую парковку года достается… Красивое кольцо за 50 центов. Зачем платить больше, особенно если вы ювелир 80 уровня? Эти дети перевернули наше представление о гимнастике с ног на голову. Безупречный трюк с канатным дротиком. Этот парень вырезал Годзиллу на кончике швейной иглы и назвал его Микрозилла. Каждый уважающий себя водитель всегда винит велосипедистов. Даже в этом случае. Водитель автомобиля не посмотрел налево. Он подрезал грузовик с цементом и дорого заплатил за это. Очень дорого. А этой карете не хватает пары лошадей спереди. Когда вы увидели, что ваш коллега пошел на обед без вас. К счастью, этот водитель смог взобраться на эвакуатор. А этот водитель был так сконцентрирован на том, чтобы не задеть свежую разметку на дороге, что передвигался вдоль другого края полосы. Но, похоже, этому суждено было произойти. Эти ребята были настроены на потрясающие выходные, но выбрали не того водителя. Этому Рено не повезло с владельцем. Эта девушка забыла переключить передачу на режим паркинга, и в результате чуть не осталась без двери. Никто не будет ездить на этой машине. По крайней мере, не в ближайшее время. Может, он воспользуется этой возможностью и заменит лампочку в правом стоп-сигнале. Водитель полуприцепа точно не получит награду работник года. Множество вопросов, на которые нет ответа, беспокоит нас больше, чем сама видеозапись. А это один из самых идиотских маневров, которые мы когда-либо видели. Когда вы хотели сэкономить на эвакуаторе. Мужчина забыл, что едет с прицепом, а результат вы можете увидеть. Мы думаем, что самым удачливым человеком в этой ситуации оказалась женщина, которая каким-то чудом не пострадала. Этот водитель, должно быть, думал, что его груз будет держаться на чистой силе воли. Когда дороги не хватило на вас двоих, а ваш соперник оказался психом. А теперь вы наблюдаете за сложной спецоперацией по задержанию преступника, осуществляемой при помощи мотоцикла. Миссия провалена. Вот почему вам не следует торопиться. Эта девушка не смогла припарковаться, и водитель соседней машины попытался ей помочь. И это было бы очень мило, если бы не один маленький нюанс. Работник сервиса доставки явно соврал в резюме о своих навыках вождения. Похоже, эти парни перепутали машину с лодкой. Любитель острых ощущений чудом избежал столкновения с несколькими автомобилями. Что-то нам подсказывает, что эти бревна так и не добрались до места назначения. Они могли оставить ворота закрытыми, он бы все равно проехал через них. Водитель этого автомобиля почему-то решил, что грузовик должен его пропустить. Иногда отсутствующие мощи лучше, чем такая мощь, как эта. Существует два типа клиентов. Первый и второй. Это стало началом полной невероятных приключений истории этой маленькой тележки. Пока Форд вытаскивал Шевроле, возникла новая проблема. Оригинальный способ отбуксировать чью-то машину. Только посмотрите, насколько целеустремленные водители во Флориде. А этот водитель грузовика не смог понять, почему крики становились все громче, по мере того, как он все сильнее нажимал на газ. Вот почему вы должны уступать дорогу транспортным средствам, находящимся справа. Я просто быстренько проскользну мимо вас, когда вы просите подобрать вас куда-то за спасибо. Этот водитель совсем не заметил, что все остальные машины внезапно замедлились. И вот результат. Еще один поучительный момент, связанный с использованием ручника. Жаль, эти деревья. Но, по крайней мере, никто не пострадал. Способ превратить механическую коробку передач в автоматическую всего за пару секунд. Если вы были пассажиром на этом автобусе, пожалуйста, дайте нам знать, все ли с вами в порядке. Новая техника буксировки. Когда ты очень хотел выглядеть, как крутые парни. Просто взгляните на все эти машины, стоящие в пробке, пока водитель грузовика отдыхает. Это езда или скольжение? Мы не понимаем, как он мог не заметить огромный автобус. Возможно, водитель полуприцепа смог бы проехать по узкому участку, если бы он только не забыл закрыть заднюю дверь. Этот гонщик забыл, что находится на дороге общего пользования. Как вы думаете, о чем может говорить этот автомобиль? Похоже, что этот водитель забыл что-то довольно важное. Эта машина явно не справилась с заносом. А у этого парня явно выдался очень плохой день. Это тот случай, когда рельсы уходят из-под поезда, а не поезд сходит с рельс. Поговорим о хорошем ледоколе. Мы не знаем, что здесь произошло, но этот парень не выглядит расстроенным. И не спрашивайте нас, как он умудряется ехать, не видя дороги. Эти ребята пытаются вытащить машину из кювета, но что-то пошло не так. Судя по всему, этот парень любит свою работу. Кому еще нравится парковаться незаконно? Посмотрите, на что способен брезент в сочетании с сильным ветром. А этот водитель не заметил, что его груз был поднят и, к счастью, никто не пострадал. Еще одна функция автомобиля, о которой никто не знал. Этот парень никогда не пропускает свой поворот. Даже такое случается на гонках Формулы-1. К счастью, остальная часть машины уцелела. Одним быстрым движением она ставил целую улицу без электричества. Ну вот, как я и обещал, видео было интересным. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны, и увидимся завтра.